С самого утра Брестская областная станция переливания крови начинает прием людей, желающих сдать кровь и ее компоненты. За один день процедуру проходит до 100 доноров в зависимости от потребностей заявок лечебных учреждений. Но чтобы стать донором, необходимо пройти ряд серьезных клинических обследований. Перед донацией крови донор проходит медицинское освидетельствование, в которое включает в себя клиника лабораторное исследование крови и осмотр врача-специалиста. Клиника лабораторное исследование – это общий анализ мочи, определение группы крови резус-принадлежность, определение антител в крови донора. После донации каждая доза крови обязательно исследуется на наличие инфекций трансмиссивных. Это ВИЧ-инфекция, сифилис, гепатит В, гепатит С. При отсутствии этих инфекций только тогда эта доза крови может быть передана в лечебное учреждение для переливания реципиенту. С мая текущего года практикуется донорство антиковидной плазмы, введение которой является одним из дополнительных методов лечения коронавирусной инфекцией. Следует отметить, что применение этой плазмы является не основным, а одним из дополнительных методов лечения больных коронавирусной инфекцией со средней и средней тяжелой степенью тяжести. Назначение каждой дозы иммунной плазмы определяет консилиум врачей с обязательным участием врача-трансфузиолога больничной организации здравоохранения и всегда согласовывается со специалистом Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Одним из основных условий заготовки иммунной плазмы является наличие у донора переболевшего ковид-инфекцией наличие антител, поздних антител иммуноглобулинов G в достаточном количестве. На сегодня мы можем определять как качественно, так и количественно наличие этих антител, что позволяет заготовить дозы иммунной плазмы более эффективные для лечения больных коронавирусной инфекцией. Брещанин Андрей не впервые сдает кровь. Процесс, можно сказать, уже привычный. А после перенесенной инфекции ковид-19 он неоднократно становился донором иммунной плазмы с антителами. Перед процедурой, как всегда, отправляется в буфет, где получает обязательное печенье и чай. Через некоторое время можно проходить в операционный зал. Так случилось, что в конце июня этого года я заболел ковид-19 и пришлось даже лечь стационар. Больше 20 дней в общей сложности болел. И в сентябре уже пришел как донор ковидной плазмы, станцию переливания крови. Потому что раньше я был просто донором, а в этот раз, в связи с тем, что я болел этим заболеванием, мне предложили сдавать ковидную плазму. И вот уже шестой раз я ее сдаю. Ну, считаю, что это, может быть, поможет людям в той же ситуации, какой был я, для того, чтобы они быстрее выздоровели. Может быть, кто-то из этих людей потом поможет моим близким, точно так же, как и я. Плазма с антителами COVID-19 заготавливается на сепараторах крови PCS2-GEMONETIC производства США. Это автоматическая система забора плазмы. Во время процедуры перекачивается около 1000 мл крови, из которой получается 600 мл готовой плазмы. Взятая кровь тут же разделяется центрифугой. Эритроциты вместе с физраствором возвращаются обратно в кровеносное русло донора. В среднем вся процедура плазма фереза занимает 30-40 минут, после чего плазма замораживается при температуре от минус 60 градусов. Мы работаем с донорами, переболевшими коронавирусной инфекцией, минимум через 15 дней после даты полного клинического и лабораторного выздоровления. Доноры приходят к нам, но мы у них определяем эти антитела, и если не есть в достаточном количестве, мы заготавливаем от этих лиц плазму, которая уже именуется плазма иммунная анти-COVID-19. Кровь сдается с интервалами минимум 60 дней. Так донор может сдавать ее 5 раз. После 5 кроводач обязательно делается перерыв 90 дней. Компоненты крови можно сдавать каждые 14 дней без перерыва. Благодаря донорству крови и плазмы можно спасать жизнь людей и улучшать их здоровье. Это благородная миссия, которая не требует много времени и по силам для многих. Не стоит забывать, что в роли нуждающегося может оказаться абсолютно любой, включая нас с вами.